А на сегодня у нас серия пятнадцатая. Поехали, бежим из тюрьмы сегодня. Серия пятнадцатая. Не, ну это я предположил, что канализация под баней. Он говорил, что где-то рядом. Смогу сам, мол. Ну, сам, мол, не видел. Сбоку где-то говорил. От мужиков слышал. Егор, там рядом с баней лопухи дни растут, в мой рост. Ты когда-нибудь пытался вырвать лопух с корнем, а? Ты пытался? Да зачем он мне? Не понял Егор. Ну и молодец, что не пытался. А ни хрена не получится потому что, а? Пупок вырвешь. У лопуха очень крепкие глубокие корни. В пустоте они расти никогда не будут. Им земля нужна, понимаешь? А на лазейке там же была бы лысина целая. Уверяю тебя, там нет такой. Ну, хотя бы проверил, а? А вдруг найдем? Не выдержал Касьянов, вступившись за Егора. Не хочу посмешищем стать в глазах у нас всех. Там и охрана лопухи косит перед каждой баней. Чем чаще их скашивают, тем они быстрее растут. Ну, дело твое, отмахнулся Егор. Лучше спросил бы, как твой огрызок там канает, а? Уже всех до печенок достал, козлина такая. Представляешь, прибил себя к полу гвоздями за ноги, а? Иисус Христос! Зачем? Удивился Касьянов. Против работы так бастовало, а? Считать, что уборка двора унижает его человеческое достоинство, ответил Соколов. Ну, сунь в одиночку на неделю без ротвы. Быстро опомнится, — предложил Егор. Так я так и сделал. Даже матраца на шконку не дали. А он три дня орал, как резные там, поголовно всех матом накрывал. Потом затих, правда, словно передышку взял. Глянули, а он головой в стену долбанулся с разбегу. И черепушка поехала, все, глаза на лоб, на выкате. — Мы его не стали в больничку относить. Сам продышится, выветрится. Вообще уже задолбались с ним. Всякий день морока с этим гадом, а? И Соколов оглянулся. Но Егор его не слушал. Он смотрел в окно на пробегавшую мимо тайгу. Касьянов остановил машину на лужайке, спрятавшейся в гуще деревьев. — Ну, а где твоя шоферюга эта, а? — Куда подевалась, — вспомнил Соколов. — Это ты о Берине вспомнил? Она уже дома, освободилась, все. Работает, возит начальство. По-моему, даже семью завела там. Труд до одной везде справляться. Вот и нашла помощничка. Да и сама многое теперь умеет. — Это не, нигде не пропадет, — уверенно говорил Федор Дмитриевич. — Счастливые вы люди. От вас часто на волю уходят. Не то, что у меня. Только по большим праздникам одного или двоих там помилуют. В этот раз Кондрата выпустим. Домой отправлять будем. Вот только не знаю, как это сказать старику. Ведь он не хочет на волю. Никого у него там не осталось ведь. Один, как крест на могиле. Вот и несет свой крест. Никак не дотянет к той могиле. Он же ж никому не верит, а? Никого не любит. Не для кого жить. А для старика ж очень важна нужность. Это ж как маледиты, а? А иначе весь смысл у него жизни, весь потерянный. Ну, мои уговоры тоже не помогают. Ни хера. Говорит, что там похоронить станет некому. Ну, ты похлопочи, Саня. Может, возьмут деда в пансионат, а? Похлопочи. Похлопотай там. Ведь у него рабочего стажа на троих мужиков наберется. Человек он не пьющий, спокойный. Старовер. Он же ж никому там не помеха. Ну, заодно и старуха лечить будет. Во веселуха начнется, а? Бабки от врачей к нему все переметнутся. Сандиспансер будет. Они очень любят лечиться. М-м-м. На старости, Тарокев. Но, может, для себя там какую-нибудь тоже приглядит. Встрял Егор. Если б знали, как трудно далось мне помилование Кондрата, а? Уговаривал и ругался. Просил, убеждал. Прокурору находил два месяца. Никак не соглашался. Злопамятный человек. Забыл, что дед его вылечил от псориаза. А вот газетную статейку помню. До конца веков. А он знает, что ты его к воле готовишь? Вообще? М-м? Спросил Касьянов Соколова. Нет, я ему не говорил. Может, попробую определить в интернат для стариков? Иначе Кондрату воли не будет в радость. Ему надо быть среди людей. Самое главное, действительно, что там один он не будет. О чем ты, Сань? Он умудрился даже в зоне жить в одиночестве. А о чем разговор? Кондрата этим не напугать. Не. Другое дело, что там накормлен будет и пригляженный. Да и крыша над головой. А это немало для деда, говорил Платонов. Но только одно плохо. Знахаря-целителя в нем задавит. Да и передать эти способности будет некому. Недавно я разрешил ему с мужиками в тайгу на делянку поехать. Они лес там валили. А он всякие травки, корешки собирал. Ну, средь зайков, сам знаешь, говнеца хватает. Вот один из них возьми да и ляпни. Повитуха и старика назвал. И еще покруче добавил сверху. Ага, посолонее, трехэтажное. Но Кондрат смолчал. Где-то к вечеру сели мужики передохнуть. Передохните у меня тут. А того пересмешника гадюка за ногу укусила. Болотная. Самая ядовитая из гадов. И тот как взвился, как та змея. Ведь даже не заметил, не почувствовал, как она в сапог прям ему заползла. И нога стала опухать. Набухла. Короче, дышать ему оставалось немного, минут десять-пятнадцать. И все. А врача где в тайге взять? Где? Пока в зону привезли б, он по дороге кончился бы. А вот тут и пристали зэки к Кондрату. Дескать, помоги, родимый. Ага. Причепились, как говно к штанам. Говнецо, да? Спаси душу, кричат. В долгу не останемся. Взмолились все. Старика глядел новую, ту культышку. А она уже вовсе отекла. Вот такая колбаса. И Кондрат выдернул из уже заготовленного страва несколько штук. Оборвал листья и приложил к укусу. Потом взял, смешал какие-то семена, корешки и перетер в ладонях. И этим заменил листья. Но перед всем тем жгут наложил на колено. Тоже из трав. И вскоре опухоль на ноге понемногу спадать начала. Кондрат менял травки, семена. А тут пересмешник лежит молча. Только лежит и блымает. Что? Стыдно стало. А как еще? Нога горела. А тут тут же успокоилась. Затихла. И мужик заснул. Чтоб только не на веки вечные. Поспи. И зоки увидели, что укушенная нога больше не тревожит его. И извинились перед Кондратом. Все. И все дни, сколько был среди них, они даже плохого слова не обронили в его адрес. Боялись, что и их судьба накажет. А? Передохните вы у меня. Тогда. Припомнили. Да, но правда без приключения все равно не обошлось. Рассмеялся Александр Иванович и, срезав подосиновик, выпрямился и продолжил. В тот день вся зона хохотала, аж до якоты. Все. Впервые такое приключилось. Привезли мужикам ужин на деляну. Они не сели за стол, а поблизости под кустами расположились. С мисками, хлебом, с компотом, со всем. Последним бригадир пришел. Взял кашу и отошел подальше от всех. Сел. Да вдруг как взводит. Глаза на лоб повылазили. В чем дело, никто не поймет. Что это таке такое, а? Оказалось, бугор на ежа сел, а? На ежика. И как только угораздило, а? Почему ежик не успел сбежать от этой задницы, а? Вот только поняли сразу. Он маховик приглядел и перекусывал ножку, чтоб потом его на колючки нацепить. И унести к себе в норку. Зимние запасы будут. Ага. Ну и увлекся, не заметил. А тут сверху эта гора присела. Откуда ни возьмись вот здесь. Вот эта задница на него свалилась и разгладила его в лепешку. Ежик едино, что успел это, выпустил колючки и достал бугра до самых помидоров. Все. Будешь знать, как на ежика садиться. Бригадир орал так, что аж тайга вся умолкла. Все звери и зверюшки сразу притихли со страху. Не знаю, кто кого и за что там прижучил. Ну, вскочил мужик с ежа. И благим матом орет. А у него на заднице добро прыгаршня вот такая иголок от ежа. Торчит, как от дикобраза. А, их всей бригадой выдирали. Жопу у бугра аж подушкой вздулась. Ни сесть, ни стоять не можешь. Все. Вот такая боль. Лежать может только на животе. На передней жопе. Сзади так горело. Будто в кипящем котле посидел. Все сварилось. Ну, ладно б только задница пострадала. А то ведь яйцам тоже ж не кисло так досталось, а? Все в крапочку. Ну, он в раскорячку так с неделю где-то ходил. Клыгал. Шкандывал потихонечку. Как подкова между ног. Все в растопырку. Так и ходил, да. И уж какая там работа. В лопухи без воя не ходил. Не. С тех пор для него страшнее ежа нету в тайге зверя. Какие ваши в адмиде, а? О! Ёжик. Кто здоровый? Ха-ха-ха. Боится его как чумы. Ну, а что ж Кондрат не помог ему, а? Кому? Бугру или ежу? Усмехался Соколов. Ну, зэку, конечно. У Кондрат на то время уже в зоне был. Да и случись при нем не стал бы лечить. У того на руках крови много. Да таких терпеть не может. И не лечит. Принцип. Угу. Мужики, давайте сюда. Гляньте, сколько маслят, а? Позвал Егор. А ты взучи. Любит тебя тайга. О, как. Одаривает прямо. Присел на корточку Александр Иванович и заговорил. Знаешь, Егор, я с твоим Ромкой все перепробовал. Пытался с ним по-доброму наладить отношения. Ставил его банщиком даже. А там же ведь работы немного. Так он всех зэков бритвенными лезвиями снабдил. Убрал его из бани в хлеборезку. То он работяг стал обжимать. Фартовыми пайки работяг сбывал за бабки. Фартовым. Перевел в прачечную потом. Так он и там отличился. Все новое белье ворюгам, а работягам сплошь рванье все повыдавал, а? Ну, хорошо. Я поставил убирать его кабинеты в административном корпусе. Так охрана выкинула за пакости. Вломили ему за воровство и за всяким мерзости. Ты понял, какой? Он только мне в сиденье и стуле пять лезвий загнал. Да и в стол штук восемь. Моему заму еще и гвозди там приспособил. Штрек-тык. Ну, да ладно. Простили. Поставили убирать территорию вокруг нашего административного корпуса. Так он через форточку залез в кассу. На тебе. Распишитесь. Хорошо еще, что денег в тот момент там не было. Но сумел, подонок, даже сейф открыть. Удрать не успел. Увлекся и не услышал, как кассир вошел. Ох, и вломили ему тогда. С копом все нападали. После того все окна и форточки забили. А он самого себя к полу пришпандорил гвоздями. И все. Иисус и Христос. М? Святой, значит, да? Святоша? А когда их вытаскивали из его ног, все уши надорвал криком. Ой, выслухивали. Наш врач теперь зовет его своим постоянным пациентом. Знаешь, чем теперь грозит? Лезвий наглотаться. Да черт с ней. Пусть хоть грызет их вместо хлеба. Оно тебе надо? Отмахнулся Егор. А мне как быть? Его мамаша вон письмами запросала. Каждые три дня получают у нее послание. Сыночком интересуется, как он здесь. Что с его здоровницем, с настроением. Все ли у него тут в порядке? Ай, раньше надо было заботиться. А теперь что толку? Все? Глухо отозвался Платонов. Да она такая же чокнутая, как и этот роман. Да гарри пара. Спрашивает меня в письме. Возим ли мы заключенных в кино? В театры? Читает ли ее выродокниги? Восемнадцать ого. Не, ну вы представляете себе такое, чтобы я наших зэков всех, козлов этих, в кино повез? А там что, и в кабак уже, да? И по бабам? О? Все удовольствия, что ли? На круги своя? По кругу? Совсем звезданулась мамашка. Театеры. Посеяла, где ее сын, да? И на каком режиме? А судей его раньше давно бы шлепнули пулю в лоб и забыли бы этого гада. А это как спросит, ой, аж смех берет. Такое ощущение, что вы как издевается, а, идиотка. Она одна или еще такие есть? Спросил Касьянов. Да имеются. Он академик один. Его сын у меня он как раз киснет. Правда, ему последний год остался уже. Тоже интересуется, академик. Продолжает ли сын свое самообразование здесь? Ведь его взяли с третьего курса института. Вы смыкнули его? Ну, как же. Да он за десять лет от ситки выйдет доктором живодерных наук тут. Куда там папашка до него? Доктор. Ведь он сел за убийство. Зато родитель печется о его духовной культуре. Ты смотри. Лектор. Доктор. Да? Сказал бы я ему, сколько крови испортил его выродок работникам зоны тут. М? Сколько крови высмоктал. Ну, это что? Вот нашим бабам приходят письма, так без моты читать вообще невозможно. Он пишет один ублюдок своей жене. Ты смотри там, не блядуй меня. Не. Не таскайся с охранниками. Это узнаю, тебе ноги все повырываю. А им репы всем поскручиваю. Слышь, Зойка, не клей свое начальство. Они попользуются, а жить с тобой не станут. Потому что у них на выбор целая зона тут. И аж сморщился Федор Дмитриевич и добавил. Черт знает шо этих людей, а? Или не понимают? Не слышали, шо такое женская зона вообще? Она женская. Соколов уже набрал две корзины грибов, все, награбастал. А теперь собирал уже сланиковые шишки в рюкзаки. Второй подход, значит, дубль два. Касьянов заложил свои рюкзаки с грибами в багажник, достал мешки для орехов и сел перекурить. И только Егор собирал в ведро лесную малину. Только он. Он постепенно уходил от Касьянова и Соколова в глушь тайги. Ему и впрямь повезло. Малины было много. М? Моя малина. Крупная, чистая. Она будто зваяла прям за собой в чащу. За маню. И вдруг совсем рядом, прямо у ног Платонова упало что-то тяжелое. Хм. И Егор невольно отскочил от этого. И увидел рысь. Пшшш. Аж зашипело. И та, вскрикнув по-кошачьи, смотрела на человека колючий, казалось, готовилась уже к прыжку. А ну, пшла, стерва! Крикнул хрипа. Платонов пошарил в кармане и нащупал перочинный нож. Угу. С ножичком. А рысь тем временем заскочила на дерево и, спрятавшись в густых еловых лапах, кричала громко. Пшик-пшик! Ух ты, шипшина! Шипишь там! Она будто оповещала всю тайгу о своем промахе. Сейчас придут на помощь. И Егор позвал мужиков. Пошли отсюда. Тебе и впрямь повезло, что эта лярва промахнулась. Ну, реально повезло. Такое очень редко случается. Если б не промазала, тебя бы уже тут не было, а? Идем. Не испытывай судьбу. И не отходи так далеко. Ишь, куда забрал, а? С рейсью не шутят. Зверюга коварная. И здесь их хватает. Бросаются на отбившихся он, как ты. Понял? Задрал голову Соколов и, достав пистолет, выстрелил на голос. И рысь камнем свалилась с ветки. Буль-тых! И когда люди подошли к ней, она была уже мертвой. Вот это выстрел, а! И сразу в башку. Я ее даже и не видел, а ты, вон, мигом уложил. Восторгался Егор Соколовым. Афган научил бить без промаха. Если жить захочешь, научишься. Там, конечно, намного опасней было. Но и это тоже не подарок, ответил Александр Иванович. Оно на меня хотело броситься с земли, вспомнил Платонов. Егор, рысь с земли никогда не кинется. Промазав, бежала б следом за тобой по деревьям. Кричала бы, пугала. Шипела бы, но не бросилась бы. Нет. Почему? Другого бы искала. Все. Дубль два. Вот я и погасил эту зверюгу. Она, как твой Ромка, не отвяжется, нет, пока крови не напьется. Да, у всех гадов есть что-то общее. И Егор нахмурился. Послушай, может, разрешишь ему свидание с матерью? Заодно и ты увидишься с бывшей любовницей. Глядишь и помиритесь. Смеялся Соколов. У меня голова покуда из плеч, а не из задницы растет еще. Огрызнулся Егор зло. Какое свидание дашь им, если у нее пожизненное? Ну, в порядке исключения. В каждом правиле ведь есть исключения. Да зачем? Ты для кого? Нашо. Я тебя об этом не прошу. Зато она умоляет. Мало чего она там попросит. Упустила пацана. Все. Теперь некому просить. Пусть смирится со случившимся. Так она с тобой хочет повидаться. Не вижу смысла. Я из-за них не стану рисковать работой. Ответил сухо Платонов. Ну что, мужики? Давайте уже домой собираться. Подошел Касьянов. Да вот Егор Орехов еще не собрал. Надо хоть с мешок насыпать. Помочь ему. Предложил Соколов. И все втроем заспешили к Стланнику. У меня позавчера мужики хотели бунт поднять. Вон, во втором бараке. Что это бы это? Спросил Егор. Да видите ли, жратва их не устраивает. Потребовали сухие картошку, лук, морковку и свеклу заменить на свежие, а не сухие. Я им объяснил, что совхозы еще не закончили с уборкой урожая, а потому пока все все там не обсчитают, не дадут в продажу. Надо пару неделек подождать. Так и говорю. Так знаете, какой хай подняли? На работу отказались выходить, пока их хорошо не накормят. Ну и как ты с ними обошелся? Продолжили им рыбу свежую, жареную, а они отказались. А три со стушенкой тоже. Ну, это уже слишком, а? Ну, тогда я посадил всех на хлеб и на воду. Одного дня и то не выдержали. Конечно, я нашел провокатора. Эдакий сморчок, кардинал серый. Он на воле только лишь со свалок хавал. Мелкая шпана. Его воры даже хвостом не брали в дело. Ну, тут он работяг завел. Подзудел немножечко. Я когда узнал, что это дерьмо в защитники вылезло, поначалу даже не поверил. Вытащили козла в спецчасть, а он и вякни. Вы нас на непосильную работу ставите. Соответственно, должны и кормить. Соответственно. Как положено. А не морить тут людей голодом. Он как запел. Наш нынешний начальник спецчастья, а он из пенсионеров, как подскочил к нему и как закричал. Агры за грязного козла. Ты будешь канать у меня в ШИЗО, пока там не сдохнешь. И так среди ночи и закрыли гада в одиночке, чтоб и в ШИЗО никому мозги там не полоскал. И вот он уже под утро, смотрю, поумнел немного. Просится уже. Да, просится стал наружу. Всеми потрохами клялся хорошо себя вести. Ну, да знаем мы таких. Виды, Вали, виды. С месячишка посидит тихо, поджав хвост. А потом все заново начнет. И вся беда в том, что от него, как от той чумы, не избавиться. А он на пожизненном у тебя? Ну, да. В том-то и беда вся. Уздохнул Соколов. Хорошо, что в нашей зоне обычный режим. Только три бабы с червонцами попали. А остальные так. Ненадолго. Санаторий, можно так сказать. Вставил Платонов. Егор. Че взрамелишь? Если наши бабы пришли с короткими сроками, ты хочешь сказать, что грехов за ними нет, что ли? Или они у нас воспитанные дамы все? А ну-ка вспомни, на тебя ли охрана вырывала в цехе из их лап, а? Ты джентльмен удачи. И Косянов прищурился. А ну-ка, ну-ка, расскажи. Что у него искали зечки там прямо в цехе? Ну-ка, ну-ка, присел Соколов на гнилый пенек и стал ждать, что расскажут мужики. Наш Егор забыл мои предостережения. И когда пришел в цех к бригадирше за сводками, отвесил ей комплимент. Как хорошо вы сегодня выглядите, ты понял? Но другие услышали, им обидно стало. О-о-о, бабы. Чем они хуже бригадирше, а? Королевна-то. Как повскочили, как налетели кучей. Ее одну видишь, что? А мы чем хуже? И свалили его, и давай мяти тискать. Под шумок всего ощупали, всюду облапали, обдергали. А только не выдернули то. Всего изваляли. Не, не били, не щипали. Но пока охрана разогнала, Егор еле продышался там. Ну еще бы. Пятьсот телок на одного, а? Мечта туриста. Размечтался, да? Но он когда встал, на всей одежде ни единой пуговицы у него там не осталось. Да? Бабы на талисман и все поотрывали. Хорошо, что самого в кулачки не разнесли. Остался там у тебя тот талисман, да? Не вырвали кусочек? Охрана вовремя успела. Егор после того в цех с собакой ходит. Все, не решается уже один появляться. Да? Что вместе с пуговками другое не оторвали на фетиши. Наши ведьми не лучше твоих. Они на все способны. Тоже не без пороху. И прежде чем и сказать, сто раз надо подумать, — говорил Касьянов, подтолкнув локтем хохочущего Соколова. Утром, едва Егор и Федор Дмитриевич приехали на работу, начальник охраны доложил им, что заключенные женщины отказались от завтрака. Вот ты на ты! Добрый день! Объявили голодовку и требуют встречи с администрацией зоны. Ультима-тумы! Ну, что? Сам разберешься? Или вместе с ними поговорим? Предложил Касьянов Егору. Попробуй с бригадиршами побеседовать. — Если не справлюсь, то я позвоню тебе, — ответил сухо. И охрана вскоре привела в кабинет бригадирш, и женщины заорали с порога. — Что, за людей нас не считайте? Иждачу додумались угробить всех одним махом. — Знали б, кто это отмочил, репу с резьбы скрутили бы. Не возникнем в цех, покуда не докопаемся до виновного. Не возникнем. — Что случилось? — спрашивал Платонов. — Это мы должны всех вас за горло взять и душить, пока не вякнете. Зачем набрали на кухню таких паскудниц, а? — В куски их нужно разнести. В кипящий котел всех разом. — Да расскажите толком, что произошло, а? — терял терпение человек. — Ну, вон, пришли мы на завтрак. Повариха кашу дала. Стали жрать. А в ней куски проволоки там. Мелкие, чуя рубленые. Сначала подумали, что, может, кому-то случайно попался. Ну, мало ли бывает. А тут в каждой миске. Да еще проволока наточенная. С цеха, где ежа. Колючую проволоку там делают. — Кто эти обрубки в кашу набросал? — М? — спрашивается. — Мы повариху из кухни хотели вырвать и саму заставить ту кашу схавать всю. — А она ни в какую. За нож схватилась. — Это мелочи. Нож вырвали у нее, но из двери выволочили орву так и не получилось. Раскорячилась там звездочкой, вцепилась в косяк клещом и все тут. — Ну, а зачем поварихе проволоку в кашу сыпать? Она же ведь знает, что ей за это будет. — Тут не ее шкода. Мигом понял Платонов. — Ну, вот и орала, что не виновата я. — А кто в кашу насрала, а? Почему не видела? Почему не просекла? Выходит, посторонние заходили, что? — Нынче проволоку, а завтра? Завтра шо насыпят нам? — А у нас, что ли? — Разберитесь там. Иначе за баб не поручимся мы. Бабы всех растерзают. Голодных не пустим работать. Нехай накормят людев. — Ну, не так, как утром. — Кричали бугрыхи, перебивая друг друга. Странно, кто ж мог нагадить вот так вот зло, а? Оставить людей голодными, подставить повариху и всех подсобных работниц, а самой остаться в стороне и ждать развязку, чем все кончится, что? — Кто-то был уверен, что разъяренные бабы разорвут поварих, выкинут их нахер из той кухни. А сама что, займет их место, что ли? — Не иначе как так. — Хотя повару все завидуют. — Ха! Прибыльное место. — Может, в том причина? — Или враг где тут имеется? — Из мести или ненависти такое подстроила какая-либо сволочь, а? — думал Егор и решил сходить на кухню сам. — А там оврал. — Бо ты мой! Женщины вывали всю кашу и выбирали из нее мелкие кусочки проволоки, обжигали руки и ругались все. Повара отмывали чаны, выворки, кастрюли. Возле столовой кружили зечки, грозили кому-то. — Так, всем по местам, значит, — распорядился Платонов и приказал поварам срочно приготовить еду зечкам. — Людям работать надо. — Накормите. Посуду другие помоют. Живо к плите. И присел к хлипкому столу, наблюдая за женщинами. Он знал каждую. Ни в одной не сомневался. — Одна из них через месяц вот уходит на волю. — Ей совсем ни к чему, какие бы то ни было неприятности. Ну, прям вообще совсем. А вторая осуждена на два года. Совсем недавно вон пришла на кухню. Она и не знает даже, где тот цех, выпускающий колючую проволоку. В бараке даже не освоилась. Не заимела ни подруг, ни врагов. Пока еще. — Ну, а готовит хорошо. Что не говори, в рыбацкой столовой шеф-поварам почти десять лет проработала. — Да кто-то из рыбаков решил пошутить. Да и схватил бабу через раздаточное окно за сиськи. — Да я долго не думала. Полный котел горяченной ухи вылила на мужика, а? — Уху ели? Ха-ха-ха. И ошпарила его с головы до ног. Вот действительно уху съел. Ну и вместо обеда тот в больницу загремел. Все. С той ухою. А повариху вскоре увезли в милицию. Все. Теперь вареные уха. Да? Но и на ее несчастье тот мужик оказался родственником начальника милиции. Вот оно что. На суде никто не хотел слышать о причине случившегося. Повара осудили за его цицки. Ну и потерпевший почти два месяца лежал в больнице. Со сваренными в ухами. Его списали с рыбацкого судна. Все. Никто не взял на сельдяную путину. И мужик скатился в бичи. Все. Бомжи. Пополнив собой кучу рыбаков, списанных судов за разные провинности. Все. Потрогал цицки. Ну да. Больше зато он не лез к этим бабьим цицкам. Все. Запрещенная тема. Какова бы ни была родня, от насмешек рыбаков нигде не спрячешься. Ой, не. В середине моря догонят. Они доставали человека везде и повсю. А повариха теперь работала в зоне. Здесь к ее груди не лезли уже мужики. Женская зона. Тут вмиг хватают за душу. Хм. Машути цицки. И защититься было куда сложнее, чем на воле. Да. Но была и третья женщина. Она работала в посудомоечной. Просилась на кухню не раз. Но повара почему-то... Повара не спешили брать ее в сменницы. Говорили, что справятся сами. Да и в посудомоечной та баба ведь нужнее. Ну, вот так вот она и застряла там. Игор вошел в посудомоечную. Горы чистых мисок стояли на столах аккуратными стопками. Ложки, кружки отмыты до блесков все. Стены, столы и полы в безукоризненном порядке. Женщины сидят за столом, впервые сели отдохнуть среди рабочего дня. «Лена, вы сегодня были на кухне?» Спросил Платонов женщину, которую здесь считали самой старшей. «Нет, не заходила. Чего не видела? Мы миски подали в окно, а там, смотрю, уже разборка. Я все видела. Полсотни мисок нам вскоре вернули, все полные, с кашей. Мы ее выкинули в ведро, помыли посуду и ждем, когда повар велит подать миски». «Подойдите сюда», — подозвал Егор бабу. Тая приблизилась, ухмыляясь. «Покажи карманы», — попросил тихо. «Зачем? Какие?» «Да не фартучные. Халатные карманы выверни. Подними фартук. Ну?» «Живее. Чего копаешься?» И он сдернул с зачки фартук и залез в карман халата. И тут же отдернул руку, наколов палец обо что-то остренькое. «Эту ко мне в кабинет. Заодно мастера ремонтного цеха приведите», — распорядился Егор. Заглянув на кухню, он увидел, что повара уже готовят новый завтрак. И он подошел к бригадирам, к бригадирам Швей, и попросил. «Через час всех накормят. Уведите людей в бараке на это время. Когда все будет готово, за вами придут». Мастер ремонтного цеха, худая нервная женщина, с удивлением смотрела на Платонова, не понимая, зачем она понадобилась ему. «Скажите, сегодня к вам в цех заходила Елена из посудомоечной?» — спросил вдруг Егор. «Как могла, если цех закрыт? Люди без жратвы не хотят ведь работать. Сами понимаете, у нас голодному делу там нехрен. А похавают, и то да, тогда я всех загоню, в то стоило», — ответило зло. «А вчера не замечали там Елену?» «Вчера?» «Вчера, да, была. Уж к концу дня возникала. Попросила проволоку для терок, чтобы полы там отодрать от грязи». «Да». «Ну, мы, бывало, и раньше ей давали, чтобы не скользили и не падали бабы там на полу». «Она сама взяла проволоку?» «Или ей дали вашей женщине?» «Да Ленка набрала из отходов сколько надо и пошла к себе. Все. Мы не проверяли, чуя, сколько она там взяла. Да зачем? Те же отходы мы выкидываем, а тут забирает». «Ну и пусть, думаем. Да нам же ведь меньше мороки. А для хорошего человека что? Говна же не жалко, а? Все равно ж выкидаем. А так и меньше будет». «А во что она набирала отходы?» «А?» – спросил Егор, глянув на Елену. Та сидела, опустив голову, бледная-бледная, взмокшая вся. «Ведерко набрала. Когда мастер римстройцеха вышла за дверь, тогда и набрала». «И Платона спросил Елену. «Зачем вы это сделали?» «Посудомойщица молчала. Все, молчком. Ее аж знобило все. Не хотите отвечать?» «Хорошо. Но я в этом случае укажу всем женщинам на вас тогда. Пусть они разберутся. Там придется назвать причину сразу». «Угу». «Сразу предупреждаю, что спасать никто вас не будет. Охрана не вступится и не отнимет. И мне не надо говорить, как расправиться с вами зачки. Они ждут. Он. Целая очередь. И я не обману их ожидания. И это даже хуже, чем ШИЗО». «Не надо!» – замолилась баба. «Зачем тогда это сделали?» – прикрикнул же Егор. Лена обхватила голову руками. «Не заходитесь так. Не устраивайте этих сопливых сцен. Все видели. Раз сумели нагадить, тогда и отвечайте. Не доводите, чтобы я сию минуту вызвал сюда бригадиров. Тогда уже будет поздно». «Хорошо. Я скажу сама про все, как это было», – заговорила зечка осипшим голосом. «Я вон уже с год прошусь на кухню. Ну, хотя бы в подсобнице». «И я знаю о том», – резко прервал ее Платонов. «Они не хотят меня брать». «И не случайно?» «Они чувствовали, кто есть кто». «Совсем не в этом дело. Совсем. Мы с Любкой в одном ресторане работали, еще на воле. Я ее как облупленную знаю. И за что поперли оттуда, тоже не секрет. Не хрен на посетителей с ножом кидаться, хоть он и муж». «Выпила? Сиди дома. Не суйся на люди, не срамись. А то она бухалась и прерывновала своего ко мне». «А, так вы вот теперь решили отомстить ей?» «И не только за это. Почему я работаю на мойке, а она на разряд ниже и в повара вон приклеилась, а? Да еще ковыряется, командует мне тут, кому на кухне быть, что мне тут делать. «Вон Мария, та, которая рыбака ошпарила, она не против меня. А Любка глянет на меня и говорит, только через мой труп к плите подойдешь, слышишь?» «А вот и решила ускорить мое и ее пожелание. Вот так вот я и решила». «А другие люди-то при чем?» Возмутился Егор. «Так ничего же ведь не случилось. Никто же не помер. Не накололи ничего. А вот Любку, да, Любку потрепали тот труп. Правда, я другого ожидал. Я думал, что вломит ей так, что вообще не продышит. И по делов. Я только слегка подергали, смотрю. Даже не испугали сучку. Попала бы она в мои руки, из кипящего котла не выскочила бы. «За что же это так, а?» Спросил Егор. «Да она меня при всем городе осрамила за своего мужика. Недобитой мандовошкой и дешевкой при полном зале посетителей назвал. Да, да, так было. Грозила на куски порубить за то, что я ее мужику на шею повисла. Брехня все это, гражданин начальник, брехня. У меня свой хахаль имелся. Я на чужих не кидалась. Любка своего каждому столбу ревновала. Да вы не о том говорите. Меня интересует другой вопрос. Как посмели посягнуть на жизнь и здоровье стольких женщин? За что подвергли всех такой опасности, а? А я не нарочно. Я только Любки одной хотела. Вы, а этого я добьюсь, получите дополнительный срок за это вредительство. За то, что подвергли жизни сотен женщин смертельной опасности здесь. И это вам никогда не простится. Не забудется. Я понимаю, если что-нибудь случилось бы. А если мимо прошло? С чего, шухер? Ну, за крупу и жары что? Ну, высчитайте с меня. Высчитайте. Это я пойму. Ну, друг, айж, это все накрутки, о? Накрутейлы? Не соглашалась Ленка. Спорить не будем. Сейчас я вызову с десяток женщин. И они тебе популярно все объяснят. В чем ваша вина? И ты все поймешь. Я очень хотел бы видеть вас на их месте. В столовой. Там. За этой кашей. И тогда не пришлось бы объяснять, в чем чья вина. Угу. Потянулся к кнопке вызова охраны. Умоляю, не надо. Лучше в ШИЗО. Я все поняла. Не буду больше. Даю слово. Хотите, стану вам помогать даже. Буду говорить обо всех, кто что затевает, и чем занимается. Даже все расскажу. Вам, Елена, нет веры. Все. И здесь будете сводить счеты и мстить невинным людям. Нет, клянусь, и не стану мстить. Сначала ответьте за свое, сделанное. Гражданин начальник, я очень много знаю. Вы зря меня отталкиваете. Еще много раз пригодилось бы. И увидела палец на кнопке вызова и встала, как только вошла охранница. В одиночку поместите. Услышала Елена и разрыдалась. Пыли. Пыли. Чего воешь, твою мать? М? Подтолкнула охранница прикладом и погнала зычку впереди себя, поливая щедро отборнейшим матом бабу. Все охранницы знали, что в ту камеру определяют только лишь тех, кто скоро встанет перед выездной коллегией суда. А если так, жалеть зычку не стоит. В день суда над Ленкой в зоне было шумно. Помимо процесса, который интересовал всех, в зоне давали зарплату еще. Вопреки обычному, никто из женщин не побежал в варек купить себе духи, помаду или конфеток. Все ждали решения суда. Какому сроку приговорят Ленку дополнительно? М? Интересно. А сколько ей ставалось сидеть? Говорила, она вроде два года. За что ж тогда попала? Ну, воровала харчи. Вот и словили. Раньше недостачу все возмещали. Все ведь тут на нее одну навьючили и повелели выплатить. Все. Говорила, что морду и наквасили так, что мать на суде не узнала. Вот так той сучке и надо. Так. А теперь ей вломят спитак. Не меньше. Плюс пять будет. А что так о той дуре не жилось спокойно? А? Ну, сама же, говоришь, дура. А? Все правильно. Какой с нее спрос? Такую в мамкиной лоханке каленым железом надо заливать, чтоб белый свет не коптила. Зайчки будто в зеркало смотрели. Воезная коллегия суда вынесла приговор о дополнительном наказании сроком в пять лет с отбытием его в зоне с усиленным режимом содержания. Ленку увозили из зоны ранним утром в крытой машине. Егор передал сопровождавшему документы Зайчки и, услышав из кузова ее голос. Будь ты проклят, козлина! Платонов заглянул в разорешоченное окно машины и увидел Зайчку, вдавившуюся в угол. Он спас ей жизнь, не отдав на растерзание бабам. А в благодарность получил сие проклятие. Угу. Спрашивать за что, кляла, не было смысла. И такое часто случалось. Будь ты проклятый! А! И не такое слышали. И только лишь через некоторое время, уже о смысле все, эта женщина поймет многое. Пройдут эмоции. Осядут на дно. И если сумеет понять, если будет дано оценить хотя бы под финиш, отчего Егор уберег ее? Отчего? Платонов, вас к телефону! Услышал голос дежурного оперативника и поднял трубку. Егор, нам нужно встретиться. Услышал бархатистый женский голос. Встретиться? С кем я говорю? Екатерину, может, помнишь? Слишком много лет прошло. Что нужно? Спросил резко. Нетелефонный разговор. Нам обязательно нужно встретиться. Это в интересах Романа. Мы оба поневоле его родители. За все годы я к тебе не обращалась ни с какой просьбой. Хотя и приходилось нелегко. Справлялась сама. Как могла. Хвалиться тебе нечем. И я помочь ничем не могу. Он всех достал здесь. И меня тоже. И он хотел положить трубку. Думаешь, мне легко было растить его одной? Ты бросил нас? Забыл? А Ромка весь в тебя пошел. Он какой вымахал? Вспомни себя в молодости. Такой же беззабашный гуляка был. Вот как и твой сын. А на зеркало сколько ни плюй, рожу не изменишь. Тем более. Так ты что хочешь от меня теперь, а? Его только Господь спасти может, если уберет пораньше с этого света. Ну, зачем так мрачно, а? Ведь мы говорим о нашем сыне. Давай встретимся. Настаивала женщина. И Егор, хошь-не-хошь, а согласился. Следующая глава. Непредсказуемые. Непредсказуемые. Егор и Екатерина встретились вечером в небольшом малолюдном кафе на берегу моря. Здесь в это время отдыхали влюбленные пары, которым надоели прогулки по пляжу. Они пили кофе и тихо переговаривались. Не обращали ни малейшего внимания на окружающих. Катя пришла в кафе раньше Платонова и нетерпеливо посматривала на входную дверь. Она не представляла его нынешним, ведь разлука оказалась слишком долгой. Надо сделать вид, что я задумалась и что не заметила его появления. Интересно, узнает ли меня теперь? Хотя, какая разница? Ведь флиртовать с ним ненамеренная. Встречина, значенно, деловая. Какая разница, кто из нас как выглядит, а? Главное, чтобы мы поняли друг друга и договорились. Вот что главное. Цель. И она достала из сумочки зеркало, привычно подкрасила губы и тут же увидела вошедшего в кафе Егора. Как вовремя. Он остановился на пороге, окинул взглядом прятавшихся в темноте влюбленных и приметил одинокую сидящую женщину, скучавшую за столиком, и, не разглядывая, пошел к ней напрямки. «Ну, здравствуй!» – слегка кивнул головой, приметил в лице женщины удивление и досаду. «Думала, что брошусь руки целовать, вешать на уши комплименты? Ни хрена ты у меня не дождешься! Я не искал эту встречу!» «Так вот и обойдись без телячьих этих восторгов!» Молча подумал, разглядывая Екатерину в упор. Она все еще была хороша, как осень в пору зрелости. Поздняя осень. Увидание пока не коснулось ее, но в густых черных волосах уже поблескивалась седина. На лбу наметились морщины, а некогда пухлые яркие губы поблекли все. Не помогает помада. Потускнели глаза. Они уже не светились, как раньше. Да и фигура женщины словно усохла. Запылилась вся. Заплесневела. Не спасала даже это модное платье. Это толстая золотая цепочка на шее. Перстни на пальцах смотрю. И дорогие серги в ушах. Они только лишь подчеркивали надвигавшуюся старость. Некуда деться. Да и в ритме танца тебе некуда деваться. Ха! Да и какие украшения вообще сравнятся с молодостью, а? Как это все? Не скроешь. Она безвозвратно ушла. Все вышло. А вместе с нею исчезли высокая грудь, гордый взгляд, эти нежные округлые плечи и крутой подвижный зад и красивые, будто точенные ноги. Все ушло. Вот что только осталось от прежней роскоши. Лучше даже не смотреть. Ну так, что за дело, а? О котором нельзя говорить по телефону. Нарушил молчание Егор первым. Мы с тобой не виделись так долго. Целую вечность. Неужели ты никогда не вспоминал меня? Изобразила обиду Катя. Сразу же. Почему? Ну, случалось и накатывало. Соврал человек, покраснев при этом. Наверное, в последнее время, когда узнал сына, да? Егора невольно передернула при упоминании романа. Ну, давай не будем о нем, а? Попросил вяло. А для чего же мы тогда встретились? Да если бы не сын, нам ни к чему бы была эта встреча. Резко ответила она. Я не пойму, чего ты хочешь? Роман в зоне. Но не в той, в которой работаю я. Не в той. Слышишь? К ней я не имею никакого отношения. Да и не хотел бы с ним контактить. Тяжелый и, в конец, испорченный человек. Общение с ним — это хуже наказания. Он непредсказуемый в своих поступках, жестокий, как зверь, подлый и лживый негодяй. В кого таким выкатился, ума не приложу. Но то, что не в меня, так это точно. И не смотри на меня так. Ни одной черты моего характера не унаследовал, нет. Одно только название ему — «Отморозок», — злился Егор. «Потише, потише на виражах. Он весь в тебя», — рассмеялась Катя. «Что? У меня с ним общего ничего», — вскипел Платонов. «Ну, давай разберемся на чистоту», — приложила женщина. «Согласен. Вспомни, как взял меня, как обесчестил, заделал сына и за все годы ни разу на меня интересовался. Не помогал. И кто ты после этого?» И сверкнула злоба в глазах. «Делай скидку на возраст. Тогда я сам не стоял на ногах. А потом ты уехала, не оставив мне даже адреса. Где мог найти тебя, а?» «Ой, детские отговорки. Они простительные зеленому пацану. Если ты не стоял на ногах, зачем лез ко мне, а? Зачем брал силой? Как назойливый кобель плелся следом повсюду, а? А добившись своего, исчез бесследно. Только гнилые козлы поступают вот так. Если б не снотворно, я никогда не была бы с тобой и совсем иначе устроила бы свою судьбу. Моего ребенка никто не называл бы нагулиным, а меня подстилкой. Ты искалечил наши две жизни. И кто ты после этого? Смеешь обливать грязью сына? Он много лучше и почище тебя будет. «Ты для того позвала меня, чтобы устроить скандал здесь, в кафе, да? На людях?» «А ты здорово просчиталась. Я не участник твоего спектакля. Ищи другого партнера». Он резко встал и пошел к двери размашистым шагом. Но на самом выходе Катерина догнала его и вцепилась в Егора обеими руками. «Егор, прости мою нездержанность». «Отстань! Нам нужно поговорить. Ты все сказала». И человек выдергивал руку. «Егор, отыщи в себе отца. Ну, хоть раз в этой жизни. И я буду молиться за тебя». «Хватит! Я уже сыт по горло упреками этими». «Не будем о прошлом. Забудем его». «Ну, подожди. Ну, куда же ты?» «Домой». «Ну, давай поговорим. Ведь он и твой сын тоже». «Ну, так что с того? О чем ты просишь?» И рассказал, «Ничем не могу помочь Ромке». «Можешь, Егорушка, родной, единственный. Можешь. Только ты и можешь его спасти». И она встала на сырой песок коленями, преградив путь человеку. И Платонов остановился в растерянности. «Что ты придумала?» Только и спросил он. «А все просто. Даже очень просто. Я сделаю для Ромки справку, что у него неизлечимая болезнь, будто она инфекционная, опасная для всех окружающих. И сына спишут домой. Тебе только врачу подсказать, чтобы он признал содержание сына в зоне опасным для окружающих, слышишь? А наказание нецелесообразным в связи с этой болезнью». «И кто тебе навешал на уши всю эту глупость, а? Или ты забыла, что Роман получил не срок, а пожизненное заключение? Его из зоны не вырвать этими справками. Никак. Если у него и впрямь обнаружат заразу, то поместят до самой смерти в одиночную камеру там. Гноись там. Вот там он точно никому не опасный». Восемнадцать ОГО выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ОГО. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага.